Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Сегодня хотел бы записать видосик на бездонатики. Сегодня поговорим про игру на карте полигончики. Ну, вернее, мы тут и покатаем. Немножко я попытаюсь рассказать что-то интересное про данный формат, про данную карту. Как-то глупо сейчас получается, застрял. Неудобненько. Также, также, также. Сегодня хотелось бы рассказать про премиум аккаунтик. Сейчас на данное время у меня имеется с заданочек их целых два на три часика таких шоколадненьких, я бы так сказал. Сегодня мы один возьмем из них. Возможно, где-то через день, может через два, может вообще через неделю я активирую еще второй. Сегодня я катаю на полигончике, как я уже и сказал. Фондик в данной битве 30 тысяч. И через 8 минут данный бой подойдет к своему логическому завершению. И мы посмотрим, сколько я, в принципе, возьму. Что касается данного аккаунта, то здесь уже я выкачал свою смоку на М2. А это значит, что теперь я смогу ее взять М3 абсолютно бесплатно. Но для этого мне нужно очень-таки высокое звание. Это у нас подполковник. А также я, если вы знаете и смотрите мои видосики по бездонату, здесь покупал комплектик Фриз М2 с Хантером М1. Какой модуль был? Это была смока с рельсой. Не помню, как он называется. В принципе, это был комплект Сибиряк. И я уже потихонечку выкачиваю свой Фризик здесь. Возможно, через одно звание. Либо через одно, либо уже на следующем звании. Данный Фризик у меня будет уже прокачан до М3. Сейчас на нем уже, если я не ошибаюсь, давайте-ка проверим. Уже на нем, на нем, на нем. На нем уже 3 шага прокачано. 15 990 кристаллов. Мне, наверное, на следующий шажочек. Данные шажки я прокачиваю без ускорений и без скидочек. То есть, как только у меня набирается количество кристаллов, доступное для следующего шага, то я сразу же беру и прокачиваю его. Поэтому, думаю, что в конце данного видео, когда данный бой завершится, я поставлю на следующую прокачку. Ну, как я уже говорил про премиум аккаунтик, то, в принципе, один я уже могу забрать, чтобы потом я про него не забыл. Что же касается премиум аккаунта, то здесь я хотел бы сказать то, что за счет данного премиум аккаунта, ну, как вы знаете, во всех играх они имеются, и это дает определенный бонус игрока. Безусловно, это стоит денег, ну, а в нашей игре также можно его получить, можно, так сказать, на халяву, относительно выполняя заданки, либо выигрывая в каких-то ивентах, например, это будут безумные выходные, где за киллой можно выиграть премиум подписку, например, если судить по последнему ивенту безумных выходных, то там можно было получить за 2000 киллов, если я не ошибаюсь, то 5, 5 дней премиум аккаунта, либо 5, либо 7. Не знаю, не знаю, сколько, не помню, вернее. Но, если я не ошибаюсь, то именно столько было. 5 или 7? 5, наверное. Наверное, 5. Ну, не в этом суть, в принципе. Что сказать я хотел именно по премиум аккаунту, так это то, что он дает абсолютно, абсолютно другие, другие заработки кристаллов, можно так выразиться. То есть вы получаете, например, в битве 900 кристаллов, и сверху вам дается такое же самое количество, то есть все заработанные ваши кристаллы, если вы еще об этом не знали, умножаются на 2, и, например, с этой каточки, если я сейчас получу где-то за свои 4000 опыта, я буду надеяться, что я получу около 5000 кристаллов, сверху, за счет того, что у меня сейчас уже активирован вон премиум аккаунтик, я получу себе еще тоже 5000 кристаллов. Безусловно, для маленьких званий это очень большой такой вот бонус, который дает определенную прибыль, определенный стимул. Если вы правильно прокачиваете свое вооружение, делаете это все не спеша и не покупаете все подряд, то как раз-таки за счет вот таких вот премиум подписочек, которые даже падают на 3 часика, если вы их используете так же правильно, например, как я, заходя вот в такой вот небольшой недолгий марафончик, здесь я катаю в принципе где-то минут 80, ну не сказать, что так долго относительно таких каточек, которые бывают у нас в принципе в игрулечке, и такие, например, на 300-400 минут, и тому подобное бывает даже и больше, игроки играют, то это такой средненький боечек, где я могу такие, ну если 5000 плюс 5, то есть 10 тысяч кристаллов я с этой каточки возьму, в принципе я останусь доволен, потому что на данных званиях такие тяжело поднять кристаллики, при всех тех раскладах, то что я выполняю только заданочки, и забираю свои контейнеры, кстати, сегодня у нас тоже вышел видосик по контейнерам, на данном аккаунтике у меня упало два белых контейнера, и в них было по 3,5 тысячи кристалликов, в принципе, в принципе кристаллики никогда не бывают лишними, особенно на таких аккаунтах, где они прям вот такие всегда нужны, где надо постоянно что-то покупать, что-то прокачивать, поэтому безусловно это большой плюс, потому что лучше мне белое упадет кристаллы, чем мне упадут какие-нибудь мины или нитры, вы сами все это в принципе понимаете, до конца боя у меня остается уже 3 минуточки, посмотрим такие, сколько мы возьмем с этой каточки, также я сделал такой небольшой замерчик, до конца боя оставался часик, у меня было 1000 опыта, а значит за примерно час в среднем я набил, набил 3000 опыта за час, то есть это в среднем, в среднем это за 20 минут я набивал 1000 опыта, это очень-таки неплохой показатель для мультов, для бездоната, так это вообще шикарный показатель, то есть, ну, относительно моих прокачек, это конечно все четенько, хоть и корпус у меня не качанный, но безусловно, как вы знаете, в данных форматах по большей части решают ваши руки, даже, а не прокачки, потому что, если рассказать предысторию данного боя, то здесь где-то за часик до конца против завалилась команда, но у нее как, на мое можно так сказать удивление, ничего не получилось, хотя я думал, что я уже как бы попрощаюсь с фондиком, думал, да, это команда, команда, которая играет постоянно на мультах, название данной команды, Friends, на основных аккаунтах, как мне говорили, они не играют, то есть, они играют только, только на маленьких, то есть, на воронтах, на лейтенантах, что касается выше, я даже не знаю, думал таки, что они залетели, они смогут ограбить, а получилось так, что за них играли два таких, ну, не очень сильных, можно так сказать, игрока, хотя поначалу у них, в принципе, уже все получалось, но они бомбанули, психанули, подумали, что не вытянут, на их месте я бы, конечно же, пытался выигрывать бой, ну, возможно, у игроков не такие стальные нервы, как у меня, возможно, они просто недооценивают свои возможности, либо не переоценивают свои возможности, тоже, как бывает у многих, возможно, они сделали, конечно, и правильно, но, если бы я оказался против, то я обязательно бы играл бы до конца, боролся, если бы видел, что реально выиграть можно, ну, а в их случае, было видно, что им, как бы, не хватало еще одного игрока, для полного счастья, но, в принципе, даже с тремя игроками, фулл качанами, у них был, например, такой игрок с фризиком, М2 качаным до М3, то есть, у него имелся такой же самый комплект, как у меня, при этом, он играл еще на Титане, М1 качаным до М2, то есть, ну вот, и еще было, два игрока, один играл на Титана, громике, М2, и один, если я не ошибаюсь, то он играл на Вика Твинсике, М2, при этом, у них была еще Титана Артайм, то есть, ну, неплохо, неплохой был состав, но, ребяткам, можно так сказать, ну, может, не повезло с тем, что играл я против, а может, они просто, ну, не такие скилловые, ну, а я, в принципе, уже забираю фондик, забираю не так много, как я хотел, думал, что я получу больше Х1, думал, получу где-то 5000 кристалликов, ну, а забираю всего лишь 3200, плюс 3200, итого 6000 кристаллов я забираю с данного боя, сейчас же, конечно же, сразу же поставим на прокачку следующего шажка своего Фризика М2, ну, и, в принципе, данный ролик подходит к логическому завершению, если вам понравилось данное видео, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, также заходите в мою группу ВК, выполняйте условия конкурсов, участвуйте в них, ну, а, в принципе, на этом все, спасибо, что смотрели, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok